МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Свет в конце тоннеля. Сегодня открылся подземный проезд на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Нырнул здоровым, вынырнул инвалидом. С наступлением тепла в областные больницы все чаще попадают неосторожные купальщики. Жители оврага подпольщиков ждут тротуар, а сухой Самарки транспорт. Глава Самары сегодня провел прием граждан. Свет в конце тоннеля. Сегодня увидели автомобилисты. На 18-м километре Московского шоссе в тестовом режиме заработал тоннель строящейся развязки. Сегодня по подземной части прошли первые автомобили. Пока движение только в одну сторону, но уже в эту субботу верхнее кольцо будет перекрыто полностью. Строители начнут соединять развязку с Волжским шоссе. Когда по трассе можно будет проехать без пробок, знает Олег Зверев. Машина уходит в тоннель, пробка остается. Самарцы, которые раньше наблюдали стройку лишь из окна, наконец-то смогли увидеть, как там в подземной части развязки. Сейчас внутри кольца продолжаются отделочные работы. Пока движение в тоннеле пущено по левой полосе и только в одну сторону. Но уже в эти выходные и в город, и из города автомобили будут проезжать только через тоннель. Верхнее кольцо полностью перекроют. Сегодня левую сторону тоннеля в тестовом режиме запустили. По одной второй тоннеля одна полоса зарезервирована. Пока движение из города осуществляется через тоннель, въезд по старой схеме. В субботу утром будет закрываться Волжское шоссе для того, чтобы примкнуться к тоннелю. Выполнить этот узел такой же, как и в сторону Ракитовского шоссе. И движение в город будет пущено как раз по резервной полосе. Волжское шоссе присоединят к развязке примерно в середине августа. К этому же сроку должны завершиться и работы в тоннеле. А уже к началу сентября он заработает по полной схеме. Одновременно будет пущен тоннель и возле ипподрома. Работа проводится по графику. Строители планируют, что к началу осени от Кирова до Мехзавода можно будет проехать прямоходом. То есть останется сделать дороги-дублеры. Тогда же будут полностью смонтированы коммуникации, которые будут обеспечивать отведение воды в городскую ливневую канализацию. В сентябре у нас также должны закончиться здесь обустройство насосных станций. Резервуары уже стоят. Все подготовительные работы сделаны. Осталось только подвести питающие токи и, в принципе, запустить насосную станцию. Параллельно с главной дорогой строятся дублеры, которые обеспечат разгрузку основных узлов московского шоссе. А также проводятся работы по благоустройству. Это газоны, пешеходные тротуары и велосипедные дорожки. А полностью все строительные работы завершатся к 1 декабря этого года. Так что уже в период новогодних праздников проехать от ипподрома до выезда из города можно будет за считанные минуты. Олег Зверев, Максим Гусев, События. Где ходить и на чем ездить с пешеходными и транспортными вопросами обратились жители к главе города. Сегодня Олег Фурсов провел личный прием граждан. Каждой проблеме было найдено решение. По мере исправления ситуации, на которую они указали, граждан будут информировать. На приеме побывала и Марина Матвейшина. Вдоль трамвайной линии от Постникова-Оврага до университета строят тротуар. Много лет пешеходы ходили здесь прямо по рельсам, а от проезжающих трамваев прятались в кусты. Студенты обратились к мэру построить здесь такую необходимую пешеходную дорожку. И вот уже совсем скоро этот путь можно будет преодолеть безопасности для жизни и беспрепятствий. Но в самом Постниковом-Овраге люди продолжают время от времени выходить на рельсы. Существующий тротуар в Низине, и его часто заливают водой. Там большой перевалочный пункт пассажирский, с одного трамвая, с 23-го люди едут с безымянки. Полные два вагона загруженных людей выходят на конечные станции и пересаживаются на 5-20 маршрут. Потом потоки воды, снега в зимний период, они все стекаются вниз. Утром, если заморозки, то по гололеду практически ходить невозможно. Люди идут по трамвайным путям. С просьбой решить этот вопрос Наталья Трушина обратилась к мэру на приеме граждан. Удобство и безопасность горожан – первоочередная задача, говорит Олег Фурсов. И дает поручение подчиненным привести территорию в порядок. Богоустройство можно выполнить быстро, достаточно. А вот что касается асфальтовых работ, исходя из возможностей бюджета. Либо полностью, либо частично. Если денег совсем нет, на следующий год запланировать. Так же, как по студентам. В прошлом году пообещали, в этом году уже завершаем. Транспортный вопрос волнует всех жителей Сухой Самарки. От их имени на прием к мэру пришла Ирина Прокофьева. В последнее время люди дезориентированы в расписании автобусов 26 маршрута. 26 маршрут, который, в общем-то, где социальные карты участвуют, он совершенно, мы не знаем, как вообще на нем ездить. И поэтому у нас возникает проблема в связи с этим. То есть я обращалась от имени всех людей с просьбой того, чтобы сделали нам таблички, чтобы вы видели расписание движения автобусов, чтобы мы знали, к какому времени выходить на эти остановки. На приеме выясняется, график остался тем же. В ближайшие дни таблички с расписанием появятся на остановках. По маршруту ходят 6 автобусов, как и раньше. Но из-за пробок перед Южным мостом, там идет ремонт, в часы пик происходят задержки в полчаса, а порой и в целый час. А есть возможность дополнительный автобус опустить в часы пик? Сейчас у предприятия отсутствует, так скажем, подвижной состав, который можно использовать. Ну, а если перекидывать с каких-то маршрутов, где в часы пик нет такой напряженности, вы работаете, давайте мы вам такого поручения дадим. У нас до ноября ремонт моста идет, если не ошибаюсь. Нам потерпеть 4 месяца надо. Но в сентябрь студенты поют, школьники, там социальная напряженность вырастет. Со своими вопросами к главе города можно обратиться и онлайн. В администрации работает портал «Моя Самара». Это прямая связь с мэром. Здесь каждый может оставить свой вопрос или обращение. Их рассмотрят в кратчайшие сроки. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Самарский районный суд вынес приговор водителю, избившему мужчину за замечание о неправильной парковке. Инцидент произошел в апреле на улице Куйбышева. Молодой человек припарковал свой автомобиль прямо на тротуаре, возле входа в магазин. Когда он вышел, его ждал пешеход, который попросил убрать автомобиль с тротуара. Замечание прохожего вызвало у нарушителя ярость. Он толкнул мужчину в грудь, отчего тот упал на асфальт и ударился головой. После чего водитель подошел к другому мужчине и ударил его. Сел в автомобиль и уехал. Последнего, 26-летнего местного жителя, признали потерпевшим. Он получил перелом основания и своды черепа, а также черепно-мозговую травму. Водители признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы. Кроме того, осужденному придется выплатить жертве 75 тысяч рублей. Нырнул здоровым человеком, вынырнул инвалидом. С началом купального сезона в больнице города начали поступать пациенты с травмами позвоночника. Почему важно не бросаться в воду, как в омут с головой, расскажет Лариса Шалафаст. Прыгнул на деревенской речке с трамплина и ударился головой о дно, рассказывает Станислав Филатов. Мужчину спасло только то, что рядом оказался друг, который вытащил из воды. Станиславу еще повезло, говорят врачи. Травма спинного мозга была средней тяжести. Теперь, чтобы снова начать нормально двигаться, потребуется длительная реабилитация. Но нередки случаи, когда после так называемой травмы ныряльщика люди становятся инвалидами. Идет травма из спинного мозга. Отсюда очень достаточно грозные последствия. Это обездвижение пациента, это нарушение функции дыхания, внутренних органов, пролежни, постоянно требуются перевязки, постоянно необходимо промывание мочевого пузыря, клизмы очистительные. То есть это очень сложная ситуация, когда в принципе жизнь этого пациента и в принципе все семьи делятся на до и после. Ежегодно через нейрохирургическое отделение только больницы Пирогова в Самаре проходит несколько десятков человек с травмами шейного отдела позвоночника. Чаще всего это мужчины до 40 лет, которые отдыхали на природе и в состоянии алкогольного опьянения проявляли внезапный героизм. В этом году погода жаркими днями самарцев не балует, поэтому статистика пациентов с травмой купальщика снижается. По статистике мы видим все-таки некое снижение травматизма. Если ранее это было за сезон где-то 25 пациентов к нам поступало, ну в районе 25 плюс-минус, то скажем вот прошлый год и 15-й год это где-то 10-12 пациентов поступает к нам в клинику. Медики настоятельно рекомендуют внимательнее выбирать места для купания и заходить в воду ногами, а не головой. Если же трагедия уже случилась, пострадавшего нужно вытащить из воды и положить на ровную поверхность до приезда скорой помощи. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Далее коротко о других событиях дня. Покатившийся автомобиль задавил пешехода. ЧП произошло в Самаре накануне вечером в районе 9-й просеки у берега Волги. Как установили полицейский водитель ВАЗовской «семерки», не обеспечив безопасную парковку, допустил самопроизвольное движение машины. Она врезалась в стоявшую гранту, в которой никого не было. По несчастному стечению обстоятельств между автомобилем оказалась зажата женщина, проходившая мимо. От травмы она скончалась на месте ДТП. В Самарской области осуждены за взяточничество адвокат из Москвы и самарский общественник. Следствием и судом установлено, что в мае 2016 года злоумышленники предложили директору ООО свое посредничество в передаче взятки в 13 миллионов 500 тысяч рублей судье Верховного суда. За вынесение им решения об отмене постановления арбитражного суда Ульяновской области и арбитражного суда Поволжского округа и направление дела на новое рассмотрение. Приговором суда самарскому общественнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, а адвокату на 2,5 года. Самарец, задолжавший 264 тысячи рублей алиментов, отправился на обязательные работы продолжительностью 40 часов. Кроме этого, мужчину ограничили в водительских правах. Судебные приставы предупредили мужчину, что если он и дальше будет уклоняться от исполнения своих обязательств, ему грозит уголовная ответственность, предусматривающая наказание вплоть до лишения свободы на срок до 1 года. В самарских колониях 6, 10 и 13 начали производить товары к чемпионату мира 2018. Среди продукции металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные вазоны и бетонная тротуарная плитка. По словам представителей ведомства, продукция исправительных учреждений отличается низкой себестоимостью и высоким качеством. Управляющая компания заплатила самарцу за желтую воду из крана. Горожанин, заметив, что вода имеет неприятный цвет и запах, обратился в Роспотребнадзор. Специалисты выяснили, что пробы воды централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормам. Однако управляющая компания никаких мер для улучшения ситуации принимать не стала. Соответственно, мужчине коммунальная услуга «Холодная вода» надлежащего качества не предоставляется. Для защиты своих прав самарцу пришлось обратиться в суд. Суд принял решение обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за коммунальные услуги. И вот какие материалы сейчас готовятся к эфиру. Правила одинаковы для всех. Инспекторы ГИБДД охотились на двухколесных нарушителей ПДД. Перезагрузка на грызунах в Самарском университете разрабатывают новые способы коррекции биоритмов. Парус порвали парус. В губернии пройдет регата памяти Владимира Высоцкого. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго, увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!